Как же много фанатских игр по вселенной Undertale. Чаще всего на просторах интернета можно найти файтинги, демки и всякие неготовые проекты. В основном почти все фан-игры, что выходили в свет, можно было разделить на две категории. Первые это те, которые можно пройти примерно за полчаса, а то и даже меньше. А второе это файтинги, которые были сделаны настолько сложными, что игрок помирал несколько тысяч раз и тем самым увеличивалось время затянутости игры. Не было еще в то время игры, которая могла бы сравниться с оригиналом по проработанности и полноценности. Но в итоге такая игра вышла спустя 7 лет с начала разработки. Undertale Yellow. Это первый фанатский проект по вселенной Undertale, который был доделан до конца. И это не файтинг, и это не игра на полчаса. В среднем на ее прохождение уходит около 8 или 9 часов. Если, конечно, не пытаться спидранить. В Undertale Yellow есть свой сюжет, свои персонажи, много файтингов, разные концовки и секреты. Это безумно трудоемкая работа, за что автором фанатского творения респект. Всем привет, на связи Марсельез. Я бы хотел обсудить эту игру и ответить на вопрос, стоит ли играть в Undertale Yellow и кому стоит. Я буду высказывать свое мнение об игре, поэтому на объективность я не стремлюсь. Разработкой желтухи занималась целая команда под руководством Masters World Remix. Он также пишет музыку для жуткого месяца. Игра является приквелом к Undertale, рассказывая о похождении человека с желтой душой. Мне на самом деле было тяжело представить, как можно сделать игру про человека, упавшего до главного героя оригинальной игры. Изначально мне приходило в голову, что такой человек будет проходить тот же путь, что и Фриск. Встретит Ториэль, Санса, Папируса, Андайн, но только немного в других обстоятельствах. Но в желтухе смогли подать сюжет так, чтобы не было того же самого. Они смогли направить главного героя так, чтобы он смог погулять по другим локациям, встретиться с другими персонажами. И в целом у них это удалось. В этой игре даже нет Санса! Удивительно! Ага, что? Ну ладно. Оооо! А я там есть? Ээээ... Не уверен. А то уже есть всякие люди, которых уже тошнит от количества Санса в фандоме. Да, Вандерноп? Давайте обсудим с ситуацией некоторых людей, которые еще не проходили желтый Undertale. Возможно, еще есть такие, которые не слышали об этой игре. Или не уверены, стоит ли в нее играть. Некоторые относятся к фанатскому творчеству со скептицизмом. Возможно, они боятся, что эта игра может испортить впечатление об игре-оригинале. Но уверяю вас, что эта игра старается максимально придерживаться канона. Если бы Тоби Фокс сделал бы приквел к Undertale, он бы выглядел примерно так. Я думаю, эта игра является хорошим примером того, что фанатские игры тоже могут быть интересными и классными. Поэтому, если вы не играли еще в Undertale Yellow, но вы играли в оригинальную игру, которая вам понравилась, то попробуйте сыграть и в фанатский приквел. Я думаю, эта игра является хорошим примером того, что фанатские игры тоже могут быть интересными и классными. Поэтому, если вы еще не играли в Undertale Yellow, но вы играли в оригинальную игру, которая вам понравилась, то попробуйте сыграть и в фанатский приквел. Конечно, разработчики не пытаются навязать всем, что это канон, типа, так оно и есть, так оно и было. Это всего лишь фанатская игра, которая хочет подарить игрокам те воспоминания в то время, когда они играли в Undertale. Поэтому, я считаю, будет незазорно поиграть и в эту игру. Тем более, она бесплатная и для нее уже вышел русификатор. Ссылку на скачивание я оставлю в описании. В любом случае, вы не сможете самостоятельно полноценно оценить игру, пока сами не поиграете. Дайте фанатскому творчеству шанс и пусть это направление тоже будет развиваться. Если вы вдруг смотрите это видео и ни разу не играли ни в оригинальный Undertale, ни в Undertale Yellow, то... Мне вас жаль. Ладно, просто поиграйте. А вот во что первое поиграть? В приквел или в оригинал? Тут кому как, но я все-таки рекомендую сначала пройти оригинальную игру, а потом уже в желтуху. Тем более, фанатский приквел выглядит чуть более проработанным по графике, нежели оригинал. Визуально и приятно будет видеть прогресс, в то время как основная игра лучше всего затягивает в сам лор игры. Да, и отсылок в приквеле к оригиналу будет очень много, поэтому проще их будет понимать, если поиграть в игры по мере выхода их в свет. Теперь дальше я буду рассказывать подробнее о самой игре до самого финала. Если боитесь спойлеров, то лучше сначала поиграйте в желтый, а потом через 9 часов приходите досматривать видео. Ну что, поехали! Итак, сюжет начинается с того, что мы и так знаем из оригинальной игры. Люди заточили монстр в подземелье под горой Эббот. Спустя много лет на Эббот взбирались некоторые люди и пропали без вести. Следующим в поход на гору Эббот отправился Кловер в койбойской одежде и с игрушечным пистолетом. Который оказывается может убить какого-нибудь слабого монстра. Но это еще ладно. Его цель была найти пропавших людей, поэтому он сам спустился в яму, а не споткнулся, как та же самая чара. И да, я буду говорить о Кловере в мужском роде, потому что мне так удобно. Ничего не знаю! Желтухи так же, как в оригинале, отсутствует пол УГГ. Ох уж эти бесполые дети похожи на жирафов. Первый монстр, который встречается Кловер на пути, это обычный Фрогит. Но его отпугивает Ториэль. Одна из немногих персонажей, которые взяты из оригинальной игры. На пути Кловера из всех знакомых нами персонажей Undertale появятся только Ториэль, Флауи и Асгор. И ту Асгор не во всех концовках появляется, но об этом позже. Еще есть вот этот волк, который лед бросает. В приквеле он готовится к работе, которую он будет выполнять в оригинальной игре. Больше я не заметил монстров, которых взяли из Undertale. Поэтому по большей части мы встречаем только уникальных пирсов. Ну, не считая некоторых NPC. Геймплей начинается так же, как раньше. Мы ходим по руинам вместе с Ториэль. Но когда она дает нам задание потянуть за рычаг, то один из них приводит к тому, что пол под ГГ ломается и он падает. В итоге мы попадаем в новую локацию. Темные руины. С этого момента мы не будем посещать старые локации до самого финала. Забудьте про Снежград, Водопаде и Жаркоземье. Ну, про Жаркоземье ненадолго. Следующего, кого мы встречаем, это Флауи. В этот раз он не будет нападать на ГГ, что может показаться удивительным. Он будет рассказывать, как уворачиваться от атак, и также на протяжении всей игры будет сохранять нас. Так как у Кулловера недостаточно решимости, поэтому это делает Флауи, что достаточно логично. Лайк за это. Кстати, если после падения в темные руины долго подождать, то Ториэль притащит веревку, по которой мы можем забраться наверх. Но, к сожалению, такой исход нам обрывает сам Флауи, так как игра с глюками автоматически перезапускается. Ну что ж, пойдем тогда по тому пути, что можем. В темных руинах мы встречаем новых монстров. Говорящую кукурузу, зеркало с именем Олакрес, Альфис с карандашом и летучую мышь. В конце локации нам предстоит сразиться с вампиром-шизоидом и деденсайдом, который фигачит молниями. О нем не о чем больше рассказывать. Могу сказать, что его зовут Далф. В итоге, через его дом, мы попадаем в новую локацию. За Снежье. По сути, мы попали на нижний уровень снежной локации. Если в Undertale Снежград находится на возвышенности, то в этот раз мы можем побегать внизу и встретить новых монстров. Даже те монстры, которые нам попадаются в бою, все равно другие. Кстати, во время битвы в разных локациях, саундтрек меняется под стать местности. Очень интересно сделано. Лайк за это. Также хочу выделить встречу с енотом по имени Мо. Он довольно забавный и чем-то напоминает Спамтона. Харизматичный продавец-маркетолог, который втюхивает нам чефир, что заморозился от такого-то холода. Походу, он сотрудничает с Сансом, который продает жареный снег. Замороженный чай? А как тебе газообразное кофе? Также из интересного могу выделить большой красивый домик. Курорт медовой росы. И головоломки Марлет. Вторая ее вариация головоломки была достаточно неочевидной. Меня только нервирует, что эту головоломку нужно проходить два раза, чтобы магмовый шарик растопил ледышку. Почему два раза надо проходить, а не один, непонятно. Еще в заснежье можно встретить местных гопарей-капхедов, которые называются перемешниками. Типа они перемешиваются. Я их иногда называю пересмешниками. Они не дают пройти, пока игрок не выиграет три раза подряд в игру, где надо найти мяч под одной из чашек. Та самая игра, кручу-верчу, запутать хочу. Они хоть немного запомнились мне, но, к сожалению, они не играют никакой роли в этой игре, кроме как просто разбавить геймплей. Обидно. В конце локации нас встречает Марлет, который является новичком в Королевской Страже. Она и не очень-то хочет атаковать нас, но она следует руководству Долба... Королевских Стражей старается быть правильной, поэтому все равно атакует. Далее Кловер уплывает на плоту, в новую локацию с Марлет или без нее, в зависимости от выбора игрока. Тем не менее, мы попадаем в пустыню. Это абсолютно другая часть подземелья, которая находится после Жаркоземья. Хоть это достаточно очевидно, поместить ребенка-ковбоя в сеттинг Дикого Запада, но все равно приятно. Как будто так и должно быть. Эта локация расширяет границы известного нами мира Undertale. Благодаря этому, подземелье кажется немного обширным и малоизученным. В этой части выделяются три локации. Шахты, оазис и городок под названием Дикий Восток. Я считаю это гениально. Ведь эта локация действительно находится на востоке, если ровно расположить компас на всю карту игры. Шахты мне показались скучноватыми. Хоть в ней раскрываются интересные факты о подземелье, присутствуют различные головоломки и красивые места. Но убери эту локацию, и игра толком от этого не испортится. В целом, это самая главная проблема данного приквела. Тут даже есть босс на вершине горы с шахтами. Эль Байладор. Я даже не понимаю, что это за существо такое. Это птичка что ли? Он появляется ради того, чтобы сыграть с нами в танцевальную битву насмерть. Ну то есть в Осуманию. Если мы промахиваемся по нотам, то нас бьют током. Я не понимаю, зачем этот персонаж вообще нужен? Убери его из игры, и все равно игра не испортится. Он как будто тут нужен, чтобы потянуть время. А, ну и жаркоземье появится один раз. Далее мы можем прогуляться по оазису. Из запоминающегося там есть гадалка, которая намекает нам про концовку игры. Гривны в штанах. И персонаж по имени Рэд. Этот персонаж взят из фанатской битвы. Очень приятная коллаборация. Мне нравится, что авторы желтухи смогли вписать ее в лор игры. И причем очень корректно. Рэд похожа на человека, поэтому Марлет однажды ее арестовала. К счастью, все обошлось. Тем временем, Рэд задумывается вступить в Королевскую Стражу самостоятельно, чтобы ее больше не арестовывали. Вот это я понимаю мотивация. Ну а далее мы приходим в самое лучшее место в этой игре. Дикий Восток. Именно ради этого момента стоит поиграть в Undertale Yellow. Здесь мы встречаем сразу пять новых персонажей. Все они, конечно, выделяются друг от друга. Но больше всего привлекает именно голова этой шайки. Полярный звезд. Йоу. Ну или как в оригинале, Старла. Он шериф этого городка. Увидев человека, сразу начинает рекрутировать его. Проводит с нами испытания и все такое. Пока Марлет сидит в тюрьме. В этой локации можно поиграть в мини-игру с картами, а также за деньги полечиться у чумного доктора, который может увеличить хп больше максимального. Прикольно. Это случайно не Джим Стерлинг, который был из анимации Интерлоперс. Было бы круто. То есть какого-то чумного доктора показали, а меня нет? Еще в этом месте при сохранении Флауэ вылезает со шляпкой. Божечки, как миленько. Да, Флауэ все еще на стороне человека. И всегда сохраняет прогресс. Ну, когда игрок этого просит. Про испытания со звездом я не буду вдаваться в подробности, так как их стоит попробовать самому пройти. Они не сложные, а скорее веселые. Нас будут учить стрелять, проведут с нами дуэль и устроят выбор между тем, кого раздавит поезд. Кстати, именно в этой локации впервые используются переходы между катсценами. Такое в Андертелла подобных игр на моей памяти первый раз практикуется. В итоге в конце нам придется все-таки сразиться со звездом после ссоры со своей бандой, которые от него ушли. Он посчитал, что всему виной человек и поэтому решил заполучить его душу, чтобы отдать ее Асгору и вернуть свое призвание шерифа в глазах монстров. Битва довольно интересная здесь. Старла нас привязывать с помощью лассо и если игрок не будет двигаться за душу, то нас будет притягивать к центру арены. Но еще мы немного ограничены в передвижении. Следующая локация после пустыни это Steamworks. На русском перевели как парапром. Это некое подобие ядра, которое раньше служило монстром, источником энергии. Только оно уже не используется. Пока не пришел Кловер, этот завод был полностью отключен. Здесь все светится розовым, а под нами какая-то розовая жижа, которую можно переплыть на скате. Удивительно, но и здесь Мо тоже есть. И в этот раз встреча с ним была очень забавной. У него тут шляпа горит в прямом и переносном смысле, а он пытается ее затушить. По сути, этот енотик есть во всех трех локациях. Заснежье, пустыня и парапром. В попытках пройти дальше мы сталкиваемся с роботами, которые тоже активировались. В основном все они служат промежуточными мобами. И, кстати, на них нельзя набить Уэр, что довольно-таки логично. Самый запоминающийся робот здесь это Аксис. Его создал Чуджин, один из бывших инженеров Steamworks. Он создал этого робота для охраны и защиты против людей. Чем-то смахивает на Метатона. Возможно, Альфис как раз вдохновилась творением Чуджина. Кто знает. В итоге, проходя через испытания внутри этого завода, в конце нам приходится сразиться с Аксисом. И игра снова нас удивляет новыми системами боевки. Аксис дает нам крышку от мусорки, и с помощью нее мы защищаемся от его выстрелов. И после этого дальше сюжет разворачивается в зависимости от того, какой путь вы избрали. Как и в Undertale, в Желтухе есть три основных направления. Да, я сказал направление, а не концовки, потому что концовки в этой игре совсем не три. Все эти пути также делятся на путь пацифиста, нейтрала и геноцида. В зависимости от того, будете ли вы кого-то убивать, или не убьете никого, или убьете конкретных монстров, будет зависеть концовка. Ну что ж, начнем с нейтрала. Нам в конце надо попасть в Королевосгуру, ведь цель Кловера – спасти души людей. Но нам банально не дают это сделать, так как везде перекрыто. Нельзя попасть ни через ядро, ни на лифте. Единственный путь остается – это пойти к Марлет, которая ждет нас. Флауи нас пытается отговорить, но, сука, я не могу больше никуда пройти, Флауи! Я бы пошел, но нам банально не дают больше вариантов! Чтобы достичь концовки, надо прийти к Марлет, которая отправила нам письмо и хотела с нами встретиться. Пташка планировала использовать шприц, чтобы испытать экстаз, но она отказалась и предложила Кловеру жить вместе с ней. Звучит как любовная драма какая-то. Да ты понимаешь, что она не может любить меня! Да она это делает, потому что любит тебя! Да я люблю тебя! Но в итоге Флауи убивает Марлет и обижается на человека, что тот предал его и выбрал Марлет вместо того, куда просил Флауи, а куда? Ко мне домой, мой пупсик. Цветок поясняет Кловеру, что это он подстроил ту ловушку с рычагом, так как он хотел провести нас по совсем иному пути. Если бы не та ловушка, Кловер бы навсегда остался с Торрель жить в доме. А Флауи неинтересен был такой исход. Даже несмотря на то, что у Кловера была возможность пойти дальше, и кстати да, такое происходило в других таймлайнах, но Кловер ничего там не добивался и просто подыхал. В итоге Флауи на нас нападает, захватывает душу и начинается жесткий трип. Скажу, что битва Флауи была прикольной и крифовой. Но мне не было страшно, зато весело. Респект за крутую битву. Боже, это музыка, эти атаки. В конце Флауи после неудачной попытки убить нас, он офигевает, что мы офигенно выживаем, и ему надоедает нас бить. Он предлагает игроку перезаписать игру, так как нейтрал – это фигня полная по его словам. Но ради битвы с Флауи нейтрал того стоил. А мы продолжаем. Пацифист На этом пути в Стимворксе нас будет сопровождать Цибора, подруга Звезда. Она отправилась к Кловерам на поиски ответов на вопросы и также в поисках способа спасти свою дочь. Она много рассказывает про своего мужа Чуджина и свою дочь Канако. После того, как мы побеждаем Аксиса и проходим дальше в сторону отеля МТТ, то нас останавливает Банда Звезда. Ребята предупреждают, что Цибора что-то замышляет, так как они пришли в ее дом и случайно нашли ее секреты. Так как она свалила, сверкая пятками, Банда в итоге предлагает и нам посмотреть эти секретные записи. Там сказано, что Чуджин работал над способом создать сыворотку, которая могла бы сделать монстров сильнее. Для этого требовалась душа человека и душа монстр-босса. Чуджин имел в себе душу монстр-босса, поэтому вколол экстракт души себе, отчего откинул копыта. Цибора увидела эти записи вместе со своей дочкой. Маленькая лисичка настаивает в участии в эксперименте, так как она верит словам папы и хочет помочь ему в его великом деле. Цибора с трудом, но согласилась на опыт. Она вкалывает Канако экстракт синей души, и той становится плохо. На момент прохождения игры Канако находится в лаборатории Альфис, и чтобы спасти её, ей нужна душа человека-пацифиста. Именно поэтому Цибора нам и помогала, ведь по словам его супруга, душа пацифиста с душой монстр-босса сделает его сильнее, что скорее всего спасёт Канако. Она верит в эту теорию и настаивает на единственном способе спасти свою дочь. В итоге мы проходим вместе с Марлет в город при замке и находим Цибору, которая болтала со звёздом. Успокоить её не получилось у Шрифа, и она всех раскидала. Лиса хочет убить нас, дабы забрать душу и преподнести её с гору. Первый файт выглядит как обычно, но спустя несколько атак Цибора прибегает к своей ульте. Она надевает фиг пойми как это работает маску, которая дала ей суперсилы. Откуда? От верблюда! А мы оказывается сами непростафили и научились душою стрелять. И даже дэшиться. Мне этот дэш сразу напомнил механику оранжевой души из моей игры Underverse Battles. Битва, как по мне, оказалась достаточно непростой. По сравнению с Азрельным Дремуром в конце Undertale уж точно. Арена просто кишила всякими объектами, от которых надо было уворачиваться, используя дэш, так ещё надо было не забывать стрелять. В итоге спустя три стадии, как я ненавижу стадии, мы её побеждаем. Маска ломается, Цибора сдаётся. И далее у нас есть выбор, убить её или оставить в живых. С этого момента пацифист можно разделить на два варианта. Им пока не придумали конкретные названия, поэтому я сам додумаю. Первый вариант я называю Отвергнутый пацифист. То есть мы выбрали вариант убить её. Звёзд и Марлетт приходят в себя. Шериф замечает, что Цибора погибла и винит во всём человека. А потом сваливает. А Марлетт остаётся с нами. Мы вместе с ней доходим до самого короля Асгора. Она пытается доказать ему, что Кловер хороший и его не надо убивать. Но Асгор намекает на то, что им придётся сразиться. Понимая, что выхода нет, Пернатая с грустинкой на лице покидает замок. А Кловер с Асгором вступают в финальный бой. К сожалению, бой неполноценный. Мы просто бесконечно уворачиваемся от его атак, пока не потеряем всё ХП. В итоге Асгор запечатывает нашу душу в колбе. Конец. Второй вариант назовём по классике Истинный пацифист. Игрок щадит Цибору. Марлетт и Звёзд очухиваются. Они все прощают Цибору за случившееся. И всё. Конец. А нифига. Наши друзья-монстры не могут определиться, что делать с Кловером. Если он придёт к Асгору, то король его убьёт. Если он останется тут, то рано или поздно его найдёт Королевская Стража. Поэтому Кловер немного погрустил и ради своих новоиспечённых друзей отдаёт свою душу. Выбора нам не предоставили, Кловер сам это делает. Почему нас в финале постоянно обрекают на один единственный выбор? Что за прикол? Отвергнутый пацифист и то выглядит логичнее, чем этот вариант. Там мы хотя бы дошли до своей финальной точки, но проиграли Асгору. Тут же Кловер сам решает отдать душу. То есть мы проделали этот путь, и всё ради того, чтобы Кловер просто самовыпилился? А почему нам не дают вариант не отдавать душу? Я бы посмотрел на такой финал. Ну а чё вы мне сделаете, монстр, а? Я вон Цибору победил. Ладно, вернёмся к сюжету. Монстры с трудом, но всё-таки принимают этот же с доброй волей. Цибора забирает душу Кловера, и он погибает. В итоге монстры отдали душу Асгору, а потом его личные вещи спустили на воду, которые упали на свалку. Там ещё есть некоторые сцены с персонажами, но мы их пропустим. Чтобы скорее я рассказал вам про геноцид. Самый сложный в плане прохождения путь, как и в оригинале. Как всегда, нам нужно убивать всех монстров, чтобы они нас боялись. Мы убиваем всех по такому же принципу, пока не появится надпись, но никто не пришёл. Даже роботов из парапрома надо всех мочкарить, даже если это не приносит уэр. Если в Эндертейл камнем преткновения были Андайн и Санс, то здесь это будут Цибора и Марлет. Сначала Марлет встаёт у нас на пути в Заснежье. Она сначала думает, что мы ребёнок и нас надо спасать. А потом спустя пару шапалахов по клюву, она поняла, что мы тот, от кого надо спасаться. Битва с ней похожа на ту, что была на других путях, но немножко сложнее. Когда у неё мало ХП, то она просто сбегает. Цибора встаёт у нас на пути на Диком Востоке, после дуэли со Звёздом. Вот она реально жёсткая. От её атак, где она станет, а потом бьёт пурпурным лазером, очень тяжело увернуться. А этот лазер ещё снимает максимальное ХП. То есть к концу битвы у вас по сути остаётся около половины ХП, а то и даже меньше. А на второй стадии нельзя касаться арены, иначе будет такой же эффект, как от Пурпура. В общем, одолеть Цибору было ещё то испытание. Я её еле-еле как прошёл. Также хочу отметить битву с Аксисом. Она была проще, чем с Циборой, но всё же мне не понравился финальный твист. Те, кто уже проходил геноцид, думаю догадываться, что это за момент. Вот просто скажите, какого хрена у Куловерка с нифига вырастает уровень? Что за бред? Алё, разработчики! Вы насмотрелись Глич Тейл или что? Дело в том, что в оригинальной игре Санс нам объяснял, что УР это уровень резни. Чем больше причиняешь вред, тем больше твой УР. И эта концепция идеально работала. Когда мы убиваем монстров, то получаем ОП, очки пыток. А чем больше очков пыток, тем выше уровень резни. А, это! Да я вообще это выдумал, чтобы подшутить над человеком. Вот такие вот дела. Но разработчики желтухи решили нафиг послать эту концепцию и дать Куловерку просто так еще с нифига несколько уровней. А то чё-то к финалу ему не хватает ХП. Почему таким тупым образом? Нельзя ли было хотя бы как-то побольше противников дать? Ну, чтобы можно было набить нужный уровень. Это выглядит очень необоснованно. Ну, а как это объяснить? Куловер просто разозлился и у него появился 19 уровень. Ну, не верю. Только, пожалуйста, не надо сейчас строить какие-то теории. Я приму это как факт, если в самой игре есть этому объяснение. Возможно, в каких-то файлах или записях. Единственное, что может прийти на ум, это то, что уровень резни можно набить на роботах. Но только преодолев определенный порог количества устранений. Ладно, оставим этот вопрос все еще открытым, а мы продолжим. К концу игры, перед ядром, нас будет снова встречать Марлет. Она знает, что мы натворили в этом подземелье. Она готова побороться за то, чтобы остановить безумного человека, убивающего всех и вся на своем пути. Пташка решила повторить опыт, который был у Гена Санса, стыбзила у Альфи с дозу решимости и вколола себе, став огромной птичкой «Хват тебя за яичко». И, господи, к таким сложным атакам игра вообще не готовила морально. Думаю, она даже сложнее Санса. Или это просто так кажется, когда ты натренирован на скелете. У нее, кстати, две фазы. Ну, спасибо, что не 10. Ну и также спасибо разработчикам, что добавили автострельбу. А то постоянно клацать на кнопку выстрела не хочется. И спасибо, что на второй стадии есть возможность хилиться с помощью кнопки действия. А то без этого проходить Марлетт было бы гораздо сложнее. Я до сих пор не умею от некоторых атак уворачиваться. Если мы ее побеждаем, то сможем добраться до Асгора. И так как Кловер стал очень сильным и решительным, ведь он даже убил Флауи, он своей же душой с помощью мощного залпа стирает в порошок короля монстров. Он поглощает его душу, освобождает души людей и проходит сквозь барьер. Вот такой вот геноцид. Не похоже на то, что мы должны были разочароваться в том, что избрали такой путь, как это было в оригинале. Здесь скорее мы рады, что Кловер смог выполнить свою миссию по спасению людей. Да, не живых, но хотя бы он спас души и остановил монстров, которые пытались вернуться на поверхность. И после этой концовки возникает некий диссонанс. Undertale пытался нас научить то, что убивать это плохо, что надо искать способы мирного решения. Ведь если мы идем по пути геноцида, то последствия будут необратимы, и придется мириться с последствиями своего поступка. Undertale пытается выставить игрока настоящим подонком, но в желтухе игра просто будто говорит, «Молодец, что всех убил, ты спас души людей, поздравляю». Да, монстры, конечно, пытались давить на совесть, но, пффф, это же монстры. Они, между прочим, убили остальных пяти детей. А если ты никого не убиваешь, то надо отдать свою жизнь ради монстров. Ну, странно очень. Исходя из сюжета оригинальной игры, мы уже знали, к чему приведет приключение Кловера. Поэтому одна из концовок точно должна была быть связана с его смертью. Но отдавать свою жизнь своевольно, ради монстров, которых Кловер видит в первый раз. Но это реально странно. По моему мнению, сюжет геноцида в Undertale Yellow вышел очень неоднозначным в плане морального посыла, который противоречит оригинальной игре. Я пока не знаю, как к этому надо отнестись, ведь это довольно-таки интересно, что здесь геноцид выглядит совершенно по-другому. Поэтому пока что не буду записывать это ни в плюсы, ни в минусы. Из всех рутов, что мне более-менее понравились, это Отвергнутый Пацифист. Кстати, это был мой самый первый рут, на который я закончил игру. Раз уж я упомянул плюсы и минусы, значит пора и к ним перейти. Начнем с минусов. Не все персонажи интересные и запоминающиеся. Если в Undertale умудряются влюбить в себя этих забавных монстров, то в желтухе это получается не со всеми. Не знаю, был ли расчет на это. Дело в том, что в оригинале все персонажи, с которыми мы сталкиваемся, то Рельсанс, Папирус, Андайн, Альфис, Метатон, Асгор, все они играют важную роль в сюжете. Каждый из них раскрывается более подробно, то в руке Пацифиста, то в руке Геноцида. Здесь же такое происходит реже. Из понравившихся мне в игре новых персонажей могу только выделить Марлет и Звезда. Вампир Далф не особо интересный, да и он не играет ключевой роли. Из интересного это только то, что он нам напишет письмо, и его можно будет встретить в Заснежье, после того, как нам станет доступна возможность летать на авиарейсах китов. Локация шахт не особо запоминающаяся и немного душная. Как я уже упоминал, убери эту локацию вместе с боссом-танцором в конце, и игра не испортится, как по мне. Про пересмешников я вообще забыл изначально, и только потом дописал их в сценарии этого ролика. Цибора меня не смогла привлечь как персонаж. Да, у нее трагичная история, где она потеряла мужа, а потом угробила свою дочь. Ее мотивацию можно понять, но она сама по себе как персонаж ничего не представляет. Она полностью зациклилась на своем муже и ребенке. Весь Тимворкс она только и говорит о своих родственниках. Уже было очевидно, что с ними случилась какая-то трагедия, и финальный твист на пацифисте с Канако был уж слишком очевидным. Все-таки история с Азрелем была более интересной, и хотелось увидеть нечто подобное, чтобы аж пробирало до мурашек. Также хочу отметить в минус и момент с увеличением уэр при битве с Аксисом, о котором я говорил до этого. Это все. А теперь перейдем к плюсам. Во-первых, это хорошая передача того самого вайба Undertale. Игра вписывается в лор мира Undertale и старается не нарушать его каноны. За одним лишь исключением, что я говорил уже неоднократно, но в целом игра чувствуется Undertale-овской. Во-вторых, музыка. Конечно, если это игра от композитора, то и у фанатской игры тоже должен быть офигенный саундтрек. И ребята постарались на все 100%, возможно даже на 110%. Музыка сделана в таком же стиле. Используются как и каверы на старые треки, так и абсолютно новые. Я слушал несколько раз некоторые осты. Да, они мне реально зашли. За это композиторам игры Undertale Yellow большой респект. Теперь мои новые фавориты это тема Марлет, как на Пацифисте и Нейтрале, так и на Геноциде все версии. Также тема Звезда и темы Циборы на Пацифисте. В-третьих, шейдинг. В игре есть локации, которые немного добавляют цветового эффекта. В Заснежье все немножко голубое, в пустыне все немножко желтое, а в Стимворксе немного розовое. Также в некоторых местах есть большие тени, которые падают на игрока тоже, что немного добавляет проработанности игре. В-четвертых, спасибо разработчикам за более проработанное раскрытие Флауи. Нам показали, что этот цветочек может быть не только подонком. Он был скорее заинтересован в том, чтобы отправиться в приключения вместе с Кловером, чтобы посмотреть, к чему это приведет. Да, он конечно предает нас на Нейтрале и Геноциде, но все же я считаю, интерес к нашему приключению у него был. Ну и также спасибо разработчикам за то, что подарили таких замечательных персонажей, как Марлет и Звезд. Все эти плюсы сильно перевешивают недостатки, на которые можно было бы в целом закрыть глаза. Все-таки, когда вы еще увидите подобную игру в ближайшее время? Эта игра однозначно стоит вашего внимания. Тем более, я еще узнал, что в ней есть секретный босс. Давайте вместе развивать фанатское творчество Андертейла. От вас всего лишь требуется играть в Андертейл игры и делиться об этом со своими друзьями. Ну или можно просто отправить этот видос кому-то из друзей. Кстати, если хотите, чтобы моя фан-игра по Андертейл стала такой же известной и проработанной, то поиграйте в нее и вступайте в наш Дискорд-сервер Андерверс Бэттлс. Ссылка будет в описании. Поделитесь своим мнением об этой игре, чтобы наша команда смогла сделать ее еще лучше. Ну и также расскажите в комментариях о том, как вам игра Андертейл Йеллоу. Что вам понравилось, что вам не понравилось. Будет интересно почитать. Спасибо, что посмотрели видео. Ставьте лайки, если хотите увидеть побольше подобных видео. Всем удачи и пока. Пока, малые!